Мне позвонили с РНБО, позвонил Андрей Петрович Клюев и говорит, что как у тебя состояние, готов ли ты будешь сегодня продолжить завозку конструкции и потом эти работы. Я говорю, ну мне нужно будет несколько часов, чтобы собрать это все, организовать транспорт, людей и так далее. Он говорит, ну готовься. Я, естественно, встретился со своими руководителями, которые этим тоже занимались. И мы договорились, что все эти конструкции будут находиться на платформах, они будут собраны в одном месте. И как только мы поймем, что можно будет двигаться, что ситуация благоприятная, я позвоню и скажу, что это можно сделать. Вечером этого же дня был второй звонок Клюева, который сказал, что время, когда можно будет провести эту операцию, значит, по завозу конструкции укажет Севкович. Это его заместитель. И действительно, Севкович через некоторое время пришел ко мне в кабинет. И я так понимал, что он полностью владеет всей ситуацией, всей обстановкой, которая происходит в этот момент на Майдане. А что это происходило? Публично было объявлено о том, что Майдан сегодня, значит, сворачивает свою деятельность. Мы в своей практике не один раз практиковали именно в ночное время какие-то монтажи или завоз каких-то больших конструкций. Но это даже общепринятая практика была. Почему? Потому что, сами понимаете, на Хрещатике днем большие, там, большой транспорт, краны, там, люди. Это, конечно же, перекрывает движение. Поэтому ожидалось, что или к концу дня, или ночью, значит, в зависимости от обстановки, это можно сделать. У меня никаких сомнений, как бы, в этом вопросе не было. И вот в районе где-то 4.30, по-моему, утра мне Севкович сказал, что вот сейчас, значит, все уезжают. Вот сейчас время бесконфликтно, значит, провести такой завоз оборудования и конструкции. И я, естественно, дал такую команду своим подчиненным. Что они сделали? То есть вы уже дальше знаете, что пошла техника. Она начала, в общем-то, поначалу нормально заезжать. Но потом возникли вот микроконфликты. Я думаю, вот сегодня, с позиции сегодняшней, что это была провокация, конечно. Вот. Но, очевидно, на нее поддались все, кто в этом... Но, наоборот, должен был сохранить порядок. Они на нее поддались. Нет, это не фальшивка. Это действительно так. Я, откровенно говоря, подумал, что это сама прокуратура их как бы показала. Показала. Почему? Потому что мы с коряком... Вот у нас получилось так, что у нас с коряком... Ну, я действительно говорил правду и сейчас, и не собираюсь этого отступать. У нас все как бы один к одному. Расхождения были с показаниями Севковича. Ну, после того, когда была проведена очная ставка, ну, как бы ситуация была разложена практически поминутно. И она была такой, которую представляли мы с коряком. Ну, потому что говорили правду. И таким образом, значит, ну, мне так кажется, что, может быть, правоохранителям органов надо было защитить эти показания. Ну, это, может, иллюзия у меня, может, домыслы. Ну, мне что-то так кажется. Я бы сам никогда не стал, не понимая, что мне помогают, допустим, спецслужбы, да, отдавать какие-то команды, двигаться туда, потому что я понимал, что это может вызвать конфликт. Зачем это городу нужно и что город с этим потом будет делать, понимаете. А здесь была уверенность в том, ну, я же доверял этим службам, да. Была уверенность в том, что абсолютно там, ну, где нужно ГАИ, где нужна там милиция, она обеспечит общественный порядок и все. Мы заехали и уехали. Люди продолжают работать, понимаете. Ну, как, это происходит каждый день. Я, в отличие, может быть, от моих предшественников и, может быть, последователей, очень серьезно относился к этому вопросу. Ну, вообще, к городским мероприятиям. Я это лично контролировал. Поэтому, ну, детали понимал, естественно, давал какие-то распоряжения. Ну, я-то их давал с точки зрения, ну, обеспечить, хорошо все это обеспечить, понимаете. Потому что, ну, абсолютно нелогичными кажутся некоторые действия. И то, что какая-то третья сила, да, третья сторона участвовала в этом процессе, и кто ее контролировал, вот, мне непонятно. Я знаю, я понимаю, что она была, эта третья сила. Ну, кому она подчинялась, я не могу сказать. Вот, конечно, я сначала полагал, что это оппозиция, да. Потом, думаю, может быть, власть, потому что тут вроде бы оппозиция. То есть, логики нету в таких действиях. Начали приходить к нам депутаты от партии региона, Верховного Совета, с тем, чтобы противодействовать, ну, локализировать, если можно так сказать, ну, где-то разговором, где-то, как бы, помощь милиции, да, вот, вот эти конфликтные ситуации. И когда они пришли вечером, ну, я, ну, я их не приглашал, то есть, я, у них был вопрос, что нам делать? Я говорю, ну, подождите, не я же вас, как бы, пригласил, значит, наверное, вам говорили, что делать. Но я подумал, что, может, есть какая-то ситуация же напряженная, да. Мне СБУ не докладывает, как бы, все моменты, потому что я понимаю, это их, как бы, работа, тут есть то, что можно городу сказать, что нельзя. Поэтому я подумал, что, может быть, какой-то, какая-то акция по захвату, например, администрации, да, там, какой-то провокации в отношении администрации. Поэтому я к этому нормально отнесся. Они побыли какой-то период и уехали потом, потому что, ну, я говорю, ну, слушайте, ну, уже там поздно, ну, какой смысл вам здесь находиться? Никаких задач, как бы, конкретных им никто не давал. Ну, ладно.